Завтра и послезавтра будут примерные показы для зрителей, а сегодня традиционные генеральные репетиции для друзей, товарищей, родственников, ну и для пресса. Мы называем это пресс-показом, конечно, смущаясь тем, что, как часто бывает, не все готово, и день по нашим театральным меркам это еще вполне себе большое время для того, чтобы что-то изменить. Поэтому мы надеемся и на ваши реакции, на ваш живой, отзывчивый взгляд, который поможет нам и в работе над завтрашним спектаклем. Что касается пьесы, она появилась в театре, пьеса Андрея Назарова появилась в театре в самом начале сезона, и мы сразу приняли решение делать этот спектакль. Не только и не столько, потому что он на яркую, острую, громкую, может быть, кому-то кажется провокационную тему, потому что разговоров о Сталине, книг о Сталине, фильмов о Сталине, по моему мнению, очень не хватает. И это никак не связано с какой-то оценкой, которая должна навязываться. Наша страна в середине XX века достигла того уровня могущества, которое не было ни до этого времени, ни после. Ни один самодержец, ни один президент не был, не стоял во главе. Такой сильный, если говорить о геополитике, о политике, вообще о цивилизационном развитии страны. И, конечно, мы должны в этом разбираться. Мы должны понять психологию не только диктаторов, но и людей, которые им верят. В этом отношении мы уверены, убеждены, что этот спектакль актуален. Что касается контекста, в котором мы работаем, он тоже для нас очень важен. Я не устаю повторять, встречаясь и со зрителями, и с моими коллегами, артистами, я все время говорю эту фразу. Результатом нашей работы, результатом существования театра является не спектакль. Результатом театра, и особенно такого театра, как МХАТ, является репертуар. И, несмотря на то, что каждый спектакль должен быть цельным, мы осознаем свою связь с тем, что мы сделали в течение сезона. Со спектаклями о Николае II, о царственном страстотерце, о спектакле о святом XV века, я имею в виду Лавр, о работах, о реконструкциях, которые мы делали, о работе с наследием, в частности, мы восстановили спектакль 40-го года в постановке Немировича Данченко, речь идет о трех сестрах Чехова. И вот в этом контексте рождается наша завтрашняя премьера, и я искренне надеюсь, что вы нам поможете в том, чтобы она состоялась. Я еще раз повторю о том, что мы рассчитываем на вашу живую, искреннюю, честную реакцию. И последнее. Я понимаю, что огромный интерес прессы, и мы, в общем-то, уже привыкаем, во всяком случае, в этом сезоне, очень часто приходится видеть и фотоаппараты, и камеры в зале. Но, тем не менее, даже во время пресс-показа, пожалуйста, не используйте фотоспышек. Не перемещайтесь, во всяком случае, внутри каких-то сцен и эпизодов. Это очень мешает спектаклю. Я надеюсь на то, что вы нас тоже услышите. Хорошего вам вечера. Спасибо. Спасибо.